Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Сергей Морозов в Димитровграде научился делать пряники и придумал бренд. Десятую отремонтируют, девятую сделают многопрофильной. В Димитровграде обсудили городское образование. Объединение во благо. Меликевские больницы ждет реорганизация. На улице Тимирязева возобновят движение трамваев. Безработный ульяновец воровал коляски, продавал и покупал выпивку. В полицию стали одно за другим поступать заявление о краже детских колясок и велосипедов. Нагрецы воровали детский транспорт, в поликлиниках и больницах, когда родители с малышами находились на приеме у врача. Помогла вычислить негодяя система информационного портала «Безопасный город». Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный ульяновец. Похищенное имущество мужчина сдавал в ломбард или продавал по дешевке, а на вырученные деньги покупал алкоголь. По факту краж проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. 4 июля губернатор Сергей Морозов провел в Димитровграде. Осмотрел предприятия, школы, пообщался с местными жителями. Даже успел попить чай с имбирными пряниками ручного производства. Дело в том, что глава региона посетил многодетную семью Яшиных, которая заключила очень выгодный для себя социальный контракт. На что понадобилась сумма, выясняла Наталья Чумаченко. Глава региона в рамках рабочей поездки в Димитровград посетил семью Яшиных, заключивших социальный контракт. Сергей Морозов вручил детям подарки, поучился мастерить пряники, а заодно предложил сделать городским брендом имбирное лакомство, изготовлением которого занимается вся семья. Может быть и герб Димитровграда с тремя присоснами. То есть это рисунки, которые могут быть вообще... А дальше у нас приезжают люди в Димитровград гости. И они могут вот эти вот подарки... То, что вы предлагаете, суперидея. Димитровград по большому счету сейчас у любого из нас спроси, ну какой сувенир, который является брендом Димитровграда? Никакого. Любят мультфильмы, занимаются спортом, готовят пряники. Все это можно сказать про семью Яшиных из Димитровграда. Четыре года назад многодетная мама Вера с рождением третьего ребенка в семье задумалась о собственном деле, поскольку хотела больше времени посвящать своим близким. Решение в скором времени пришло само собой, поскольку мама оказалась творческой натурой. Вечерами Вера с малышами устерила поделки в детский сад и школу. Затем перешла на съедобные продукты. Увидев несколько статей в интернете, и дело пошло. Мы как-то решили с детьми порисовать. Увидели в интернете и решили порисовать вместе с детьми прянички. Нам это очень понравилось. И потом начали рисовать же не только как бы бублики и там звездочки. В интернете стала смотреть. И для тортодельниц я уже стала рисовать топперы в торт, мультяшек разных. И это всем очень понравилось. И стали покупать люди. Стала востребована моя продукция. В июне этого года многодетная семья оформила соцконтракт и получила 90 тысяч рублей на развитие собственного производства. На эти деньги Вера вместе с супругом приобрели специальный принтер и мини-пекарню для изготовления пряников и ручной росписи. В ближайшее время семья планирует найти подходящее помещение для проведения мастер-классов по выпечке пряников. Ну и конечно наладить сбыт продукции за счет контактов с местными предпринимателями и магазинами. Как известно, время и труд все перетрут. В этом на своем примере убедились Яшина вместе с шестью сотнями жителями региона, которые уже реализовали социальные контракты. Социальные контракты это поддержка семей прежде всего, многодетных, малобеспеченных, для того, чтобы семья позволила себе развивать себя в плане личного подсобного хозяйства или индивидуального предпринимательства. На сегодняшний день у нас более 600 в прошлом году, то есть 642, если точно, было контракты, заключены в прошлом году по области. К сожалению, в Димитровграде всего лишь было два контракта, но мы эту работу усилили и точно индивидуально подходим к каждой категории. И на сегодняшний день уже в Димитровграде 14 социальных контрактов подписано. Уже пятый год в регионе действует инициированная губернатором мера поддержки населения как социальный контракт. Также в области с 1 по 7 июля стартовала неделя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках нацпроекта в регионе действуют пять региональных программ по следующим направлениям. Популяризация, акселерация, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Олправда ТВ. В рамках рабочей поездки в Димитровград глава региона решил ряд проблемных вопросов по линии образования. В том числе была представлена концепция новой модели сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие». В рамках разработанного документа планируется изменение работы «Школа-9». Основная работа по новой модели будет вестись по пяти ключевым направлениям. Каким, расскажем в нашем материале. «Здравствуй, школа» – лозунг, который из года в год 1 сентября встречает всех российских школьников. Увидеть такую надпись вот уже три года мечтают ученики 10-й школы города Димитровграда. В 2016 году учебное заведение закрылось на капитальный ремонт. Радовались этому все – руководство, преподаватели и дети. Школу должны были обновить по самым современным стандартам. Школа была запущена в 1965 году и с этого момента ни разу не было капитального ремонта. Были единичные текущие ремонты. Закрыто в 2016 году. Основные работы начались в конце 2017 года. Это были выполнены работы по водопроводу и водоотведению. Три года тянется капитальный ремонт. По словам представительницы родительского комитета, все это время детям некомфортно учиться в близлежащих школах, приходится добираться на общественном транспорте. Всему виной оказалась некачественная проектно-сметная документация и частичное финансирование. Отсюда и чахарда с подрядчиками. Основные вопросы, конечно, это к ДИПу, которые допустили такие нарушения за оттягивание сроков, опять же, не только от них, это от области, от города, где финансирование очень слабенькое и частичное было. И, соответственно, работы велись частично. Ну и оттуда много подрядчиков. Каждый недобросовестно относился к своей работе. Много нюансов таких, что мы-то хотим качества и быстро выполненных работ. В итоге за три года поменялось несколько фирм-подрядчиков, которые делали один хуже другого. Так, новую проводку в здании сожгли, стены до конца не выровняли, плитку положили плохо, а подоконники и окна и того хуже. Устав от произвола бизнеса и равнодушия местных властей, руководство школы и родители обратились за помощью лично главе региона. В итоге контроль над процессом ремонта здания взяла на себя областная власть. О ходе работ было доложено на совещание, которое прошло в школе номер 9 в рамках рабочей поездки Сергея Морозова в Димитровград. Только в 2019 году предусмотрено почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и еще 10 миллионов муниципалитет будет выделено дополнительно. Школа должна в новый учебный год, в следующий учебный год. Я сразу еще раз повторяю, я говорил об этом недавно, когда посещал. То есть к 1 сентября в идеале 2020 года быть готова. То есть у нас чуть больше года. Работа, конечно, предстоит колоссальная, но время тоже есть. На встрече с педагогами и родителями участники совещания говорили о подготовке городских школ и детсадов к новому учебному году. Около 50 миллионов рублей в этом году потратят на замену старых оконных блоков, ремонт кровли и начало строительства новых зданий. Время движется вперед. Сейчас активно по указу президента на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Ульянской области реализуются указы президента. Поэтому, конечно, будет обсуждаться и эта тема, и Димитровград у нас не в стране, потому что здесь совсем недавно построен детский сад. Планируется строительство еще одного детского сада, еще одной большой школы. В капитальном ремонте находится школа, номер 10, которая будет существенно модернизирована не только со строительной части, но и с части содержания образования детей. В данной школе появится дошкольная группа для того, чтобы обеспечить преемственность образования. Участникам совещания была презентована концепция интерактивной модели многопрофильной общеобразовательной школы, школа, колледж, вуз, предприятия. На базе школы номер 9 планируется выстроить сетевое взаимодействие между Димитровградским технологическим колледжем, Димитровградским инженерно-технологическим институтом, Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского и публичным акционерным обществом КАМАЗ. Срок реализации проекта – 6 лет. Мы разработали интерактивную модель многопрофильной общеобразовательной школы, школа, колледж, предприятия для сотрудничества, чтобы по правоориентации мы детей могли определить, начиная с начальной школы и заканчивая уже выпуская выпускников, могли определить в колледже, вузы. И затем уже сотрудничая с предприятием, могли они после колледжа спокойно найти работу. Представители власти и общественности обсудили льготный проезд школьников. Уже сегодня перевозчики закупают кассовые аппараты, которые будут считывать финансовые средства по карте школьника. А профильные министерства решают вопрос по установлению лимита поездок в общественном транспорте. Глава региона дал поручение в течение двух недель решить все спорные вопросы, чтобы иметь возможность уже в ближайшее время подписать соответствующее соглашение. Так что можно сказать, что новый учебный год в Димитровграде начнется совершенно по-новому. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. С 6 июля на улице Тимирязева будет возобновлено движение трамвайного маршрута номер 4. В настоящее время на улице заменена рельсошпальная решетка на участке от проспекта Нариманово до улицы Роза-Люксембург. К 1 августа на перекрестке улиц Тимирязева и Роза-Люксембург планируется завершить замену стрелок и кривых участков, уложить и отшлифовать рельсы, а также произвести чистовую выправку путей. По информации Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города, в рамках ремонта автомобильной дороги на Тимирязева произведена замена бордюрного камня в объеме 40% от плана. Асфальтирование дороги начнется после окончания работ по замене рельсошпальной решетки. Не оптимизация, а модернизация. В этих словах есть принципиальная разница. В отличие от простых закрытых учреждений, ради экономии несколько участковых больниц Меликесского района объединяются для улучшения обслуживания жителей. Эти вопросы обсуждались на областной комиссии по модернизации учреждений бюджетной сферы. Муловская больница в ближайшее время пересоединят в качестве структурного подразделения Никольскую участковую больницу. С таким решением согласны как работники медицинских учреждений, так и жители сел. На базе Никольской участковой больницы будет развинут офис врача общей практики со всеми клиническими службами, которые будут являться структурным подразделением Муловской участковой больницы с сохранением своего расположения, что не нарушит доступность оказания медицинской помощи населению. В Муловке больше узких специалистов. В рамках одного медучреждения попасть на прием значительно проще. В сокращении не коснется медицинских работников. Административно-технических работников обязательно трудоустроят. Этот вопрос держат на контроле. Не все так просто с реорганизацией Старосахчинской и Тиинской больниц. Узкопрофильных специалистов не хватает в обоих учреждениях. И добраться с одного медучреждения в другое не так-то просто. Никакого эффекта объединение не принесет, кроме небольшой экономии средств. А неудобства создаст больше. Поэтому от объединения решили отказаться и продумать более оптимальный вариант. В комиссии было предложено Минздраву рассмотреть возможность модернизации в другом направлении, при соединении к Новомолыклинской больнице. При том, что это больница второго уровня, более высокого уровня. Она хорошо укомплектована кадрами. И расстояние между двумя больницами Старосахчинской и больницей Новой Молыклы в два раза короче, чем если ехать из Тиинского в Старосахчинск 60 километров через город Деметровград. С решением вопроса затягивать не собираются. К его рассмотрению вернутся уже на следующей неделе, на очередном заседании комиссии. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Завтра, 6 июля, в Ульяновске состоится праздничное шествие выпускников Улгу. В связи с этим в центре города с 9 до 11 дня будет ограничено движение автомобилей на следующих участках дорог. Спуск Степана Разина, улица Минаева в оба направления, Московское шоссе по нечетной стороне, улица Гончарова в оба направления, улица Университетская набережная и Хлебозаводская. Также с 7 утра до 11 будет запрещена остановка транспортных средств на этих же участках автомобильных дорог. По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные будут солнечными, но местами ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 22-24 градусов тепла, ветер западный до 13 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале улправда.ру. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!